Привет! Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Сегодня я снимаю видео, которое я давно обещала о моих винтажных, в кавычках, украшениях из Зары, которые я покупала много лет назад. Некоторые из них не очень старые, некоторые из них лет по 10 уже даже и больше. То есть их нельзя реально назвать винтажом, но довольно старые они, и они в прекрасном состоянии, прекрасно сохранились, не вышли из моды. Я их ношу до сих пор с удовольствием. И я хочу вам показать украшения, настолько оригинальные, необычные или даже просто красивые, стоят того, чтобы их хранить много лет, не выбрасывать, даже при том, что это никакие не драгоценности и никакой это не ценность большая. Я не думаю, что они много стоят до сих пор. Я их вообще покупала за копейки, а сейчас я не думаю, что на них сильно выросли цены. Но, честно говоря, я думаю, что, может быть, в будущем когда-нибудь это действительно станет винтажом, когда-нибудь действительно, потому что они, кстати, все почти маркированы. И когда-нибудь действительно они будут иметь какую-то ценность. Ну, как бы я их храню не потому, что они какую-то ценность может быть когда-нибудь будут иметь, потому что они действительно нравятся, и я продолжаю их носить с большим удовольствием. Давайте начнем рассматривать. Видео будет очень длинное, потому что у меня их очень много. Я решила не снимать это видео в макро режиме, в котором я обычно снимаю все свои видео про украшения, потому что, ну, это, знаете, не какой-то винтаж, старинный, который мы любим рассматривать, рассматривать маркировки сзади, детали, застежки и так далее. А, в принципе, это украшения, которые, в общем-то, просто я хочу показать. Тем более, что все они довольно крупные, поэтому макро режим совершенно не нужен. Вы прекрасно все увидите. Итак, первое украшение – это набор, сет. Я в нем была, кстати, в видео, в котором мне пришла эта идея снять эти украшения. Это браслет и цепь. Я была в нем в каком-то магазине, делала видео, показала и подумала, что, даже сказала, надо мне, наверное, поснимать видео о том, какие у меня есть винтажные, в кавычках, украшения из Ары. Винтажные я их называла, конечно, в шутку, но и много лет, на самом деле, некоторым из них действительно много лет. И, ну, вот такая вот цепь. Я сейчас примерю, наверное, цепь и браслет, хотя вы на мне их видели, но, может быть, не все видели то видео. Вот так оно выглядит на шее и на руке. Очень красивое украшение, лаконичное, матовое золото. Никаких финтифлюшек, никаких фокусов. Браслет очень удобно застегивается на застежку ТОГа. И, в общем-то, очень универсальное. Можно носить очень много с чем. Очень удобное и не очень тяжелое такое по шее цепь. И, в общем, вот такой вот браслет. Серег у меня к нему нету, хотя в Заре очень часто бывают с этой наборой. Были сережки, но я их не поймала, потому что я все покупала на распродаже. И к тому времени уже сережки были распроданы. По-моему, вот такой же вот формы. Кстати, можно посмотреть на ebay или где-то на каких-то этих, на каких-то площадках. Может быть, можно найти такие сережки. Такие вот бусы. Очень интересные. Посмотрите. Прикольные, правда? Я их, по-моему, заодно передпоказываю. Ну, в общем, вот такие вот пластиковые звенья. Вот таких разных цветов. Но цвета довольно приглушенные, неяркие. И некоторые из них прозрачные. На нитку нанизанные прозрачные бусины. Вот. И у них такие какие-то вставки. Такие какие-то впаянные цветы. По-моему, даже настоящие, если честно. Может и нет, не знаю. Но выглядят как будто настоящие впаянные цветочки. И вот такие вот они большие. Тоже крупные. Вы заметили, что я люблю крупные украшения. В том числе и Зары. Вот так вот может это выглядеть довольно смешно. Ну, сейчас я вам надену на шею. Надену, и вы увидите, как это красиво выглядит на шее. Ну, посмотрите, какое оригинальное красивое украшение. Напоминает такое немножко колье пупуаса с зубами. Но оно, конечно, большое. Такое видно, яркое, заметное. Вернее, не яркое, а просто заметное. В силу своего размера. Украсит абсолютно любой обычный наряд. Я специально надела такое, знаете, однотонное коричневое платье. Чтобы вы увидели, насколько вот красиво украшения могут выглядеть. Насколько могут украшать украшения. Ну, простите за тавтологию. Украшать украшения. Простое платье без узора, без всяких цветочков, без рюшечек. А, нет, рюшечки у меня есть тут, кстати, да. Но неважно. В общем, прикольные такие бусы. Очень их люблю. Пластиковые, легкие. Но очень хорошо сделанные. Такие крепкие, знаете, вот эти вот бусины. Если можно их так назвать. Они довольно-таки, знаете, солидные. Ну, вот так вот это выглядит. Прикольно, правда? Так, давайте я вам покажу несколько серег. Вот такие вот интересные серьги. Посмотрите, какие они классные. Много-много-много разноцветных кристаллов. Длинные, тоже большие. Серьги люстры, это называется, правда же? Шанделер по-английски. Вот такие вот. Много разных цветов. Это, как вы видите, здесь кристаллики все. Мелкие, большие. Вот здесь вот тоже. Вот здесь. В общем, интересно. Сейчас надену. Надевать и показывать буду одну серьгу. Все равно вторую. Не видно из-за волос. Ну, в общем, вот так вот они выглядят. Прикольные. Тоже легкие. Вот, кстати, несмотря на размер, они довольно легкие. Очень удобные в носке. Прямо вот в них можно целый вечер проскакать, пропрыгать, просидеть в ресторане, на работе, где вы хотите. Ношу их тоже на работу, куда угодно. Везде ношу. Вот такие вот. Прикольные, красивые сережки. Где-то, в общем-то, похожие на них серьги, но немножко, конечно, другие. У них другие цвета. Посмотрите, я вам покажу сначала одну. Ой, повернулась. Тоже серьги-люстры. Видите? Тоже очень много разных разноцветных гвоздик, серьга и вот такая вот мисюлька. Ой, все они у меня закрутились. Сейчас, секунду. Их надо расправить. Вот так. Две такие серьги. В основном в них такие синие камушки, но есть и другие расцвета. Все это кристаллы. Очень красивые. Вот так вот они выглядят на уши. Такие нарядные, в принципе, но тоже они довольно легкие. В принципе, в них можно тоже проходить целый день, целый вечер. Они совершенно не тяжелые и очень такие. При этом большие такие, но при этом довольно нежные. Вот такие серьги суперинтересные. Сделаны из такого вот пластика, как будто бы черепаховая. Черепаховая такая... Как это называется? Пластмасса черепаховая? Не знаю, почему-то так называлась. И серебряная окантовка, ну, под серебро. И много-много мелких кристалликов вокруг. Тоже такие, знаете, довольно видные серьги, довольно заметные. Я бы не сказала, что они нарядные, потому что они... Ну, я могу сказать, что прям они такие какие-то прям нарядные, знаете, ну, вот какие-то на выход, на вечер. В принципе, вот под это даже коричневое платье. Смотрите, как классно можно... Они подходят. Большие, видные, тоже заметные. Я очень люблю большие серьги. Вот, не знаю, маленькие ношу тоже, но в основном ношу, ну, вот на каждый день, когда куда-то в путешествии или там по делам. А, в принципе, я и на работу могу в таких пойти. Спокойно, совершенно. Никто мне ничего ни разу не сказал по поводу того, что мои серьги неподходящие для какой-то там корпоративной работы или что-то такое. Я решила немножко прерваться с серьгами, хотя у меня есть еще. И хочу вам показать вот такой кулон. Он прямо очень старый. Прямо вот реально. Я даже не помню, сколько ему лет. Очень давно его покупала. Вот оригинальный, необычный вот такой вот яблоко-кулон. Сделан из чего-то, из какого-то пластика, знаете. Ну, такой очень крепкий, толстый, тяжелый пластик. Интересная вот такая вот цепочка сделана. Собранная из таких звеньев и каких-то, я даже не знаю, что металлические звенья и какие-то вот резиновые такие пластиночки круглые. Вот такой вот. Ну, прикольный, очень прикольный кулон. Кстати, его, кстати, вот с этим платьем я его часто надеваю. Он очень тоже большой, очень видный, заметный, но очень необычно и оригинальный. Я немножко отодвину, чтобы мне было лучше видно. Но никто же не пройдет мимо, правда? Согласитесь. Яблочко. Даже не сразу видно, что это яблоко. Выглядит как будто такая перламутровая большая пластина, но, в принципе, он очень классный. Вот эта вот цепь такая широкая, тяжелая. Но, опять же, он не очень тяжелый. Он такой в меру, как бы, ну, я не могу сказать, что прям очень сильно тяжелый, как бы. Ну, нормально. Можно в нем ходить какое-то время. Конечно, может быть, он не такой удобный, как какая-то тоненькая легкая цепочка. Но, конечно, по оригинальности с цепочкой его не сравните. Ну, украшение тоже очень старое. Тоже прям вот не помню с каких годов. Посмотрите, какое оно интересное. Это такое этническое немножечко. Вот такая вот интересная цепь. Прямо сеточка такая даже, а не цепь. И на ней надеты металлические пластинки и бусины. Да, маленькие, как это сказать, писерины, наверное. И внизу у кулона висит вот такой вот треугольник. Как они переливаются красиво. Повторюсь, ему очень много лет. Он в прекрасном состоянии. Я с удовольствием его ношу. Это украшение. Его никто не пропускает мимо, когда меня в нем выйдет. Сейчас надел. Так вот оно выглядит. Может быть, издали не очень хорошо видно. Но вы получите представление о том, насколько оно оригинальное и необычное. Когда оно надето на вас. Может быть, сейчас я встану вот так вот. Подойду поближе, чтобы вы увидели. Вот такое вот интересное украшение. Очень оригинальное. Немножко, да, такое, знаете, напоминает что-то грузинское или вот что-то кавказское. Какое-то украшение, правда? Но, в принципе, нет. Оно, конечно. Ну, вот что-то этническое, африканское. Я не знаю, что Зара имела в виду. Потому что здесь вот даже, может быть, какие-то цыганские манисты. Здесь есть много вот таких вот каких-то элементов. Связанных с какими-то народными такими вот. Напоминают какие-то народные костюмы. В общем и целом, необычное красивое украшение. Еще одно украшение, совсем другое. Оно выглядит очень современно, лаконично, но в то же время оригинально и необычно. Ему тоже очень много лет. Я хочу вам показать его, чтобы вы посмотрели, как оно прекрасно, в каком оно состоянии. Оно нигде не почернело, оно нигде не облезло. Я, кстати, в каком-то видео в нем была. Мне все спрашивали, какое у вас колье красивое. Откуда такое колье? Я говорю, колье из Зары. Очень старое. Правда, оно очень старое. Ему очень много лет. Но посмотрите, как оно прекрасно сохранилось. И в каком оно прекрасном состоянии. И как оно совершенно актуально и современно до сих пор. Очень красиво оно выглядит. И вот я считаю, что оно вообще никогда не выйдет из моды. Есть украшения. Вы знаете, у меня есть украшения, которые я покупаю. Ну и потом они как-то быстро выходят из моды. Быстро теряют вид. Я понимаю, что я напрасно их купила. И Зары тоже не все идеальные, конечно. У меня были украшения из Зары, которые там через какое-то время выпадали камушки. Выпадали какие-то стеклышки. Там что-то терялось. Застежка ломалась. Но, вот я должна сказать, что 90% украшений из Зары, которые у меня есть, они до сих пор в прекрасном состоянии, несмотря на возраст. И они вообще не выходят из моды. Ну вот, многие из них. Я еще раз повторюсь, что иногда я ошибаюсь, покупаю что-то, потом оно становится не модным, не актуальным. Но я, кстати, ничего не выбрасываю, потому что мод возвращается. Никто не знает. Через несколько лет, может быть, мы будем снова носить все то же самое. Ну вот, вот такой вот кулон. Немножко футуристический, промышленный такой дизайн. Не знаю. В общем, короче, абстракция какая-то. Что-то я выдумываю, сижу. Вот кулон и кулон. И тоже он такой, знаете, тяжелый металл. Приятный такой, хорошо так сделан. В общем, все, что надо. Еще одно очень-очень старое украшение из Зары. Здесь вообще трудно понять, что происходит. Значит, вот такое вот металлическое битое кольцо, к которому привязаны замшевые веревочки. И на них нанизаны металлические разные вот бусины, какие-то вот висюльки вот такие вот, видите. И они очень длинные. Вот прямо очень-очень длинные. То есть, если вы его надеваете, оно вам прямо до колен. А вот это вот, вот это вот вы надеваете на шею. И прелесть его в том, что можно длину регулировать. То есть, вот эти вот веревки, они позволяют вам, то есть, оно может у вас вообще до пола висеть. То есть, если вы вот так вот сделаете его подлиннее или вот так вот вы можете сделать его покороче. И вы можете его сделать от такого довольно длинного украшения до прямо украшения, которое у вас будет прямо на полу находиться. Здесь какие-то что-то внизу. А, ракушки какие-то, видите. Ну, оно такое, да, летнее. Вот внизу какие-то вот штучки такие. Оно, конечно, такое летнее, немножко такое пляжное. Ну, не то, что пляжное, но курортное, я бы сказала. Хотя, опять же, я его ношу. Ой, запуталась мне вот все. Я его ношу и в городе, летом, и зимой, собственно говоря. Но это нужно вот какое-то платье такое летящее. Знаете, вы же не наденете джинсы, футболку и украшение, которое у вас висит до колен. Нет, это должно быть, конечно, платье. Сейчас я его надену, вы поймете, о чем я говорю. Смотрите, вы можете его сделать вот такой длины. Сейчас я встану. И еще, наверное, мне надо встать на мой диван. Чтобы вы поняли. Но вы понимаете, да? Вот отсюда. И вот оно у меня практически до колен. И вот такими вот висюльками-буболками оно свисает. Можно сделать его немножко покороче. Для этого нужно просто уменьшить длину его. Вот эти вот завязки. Тогда оно будет как чокер вот здесь вот сверху. И вот здесь оно будет где-то вот максимальная длина до сих пор. Вот такая вот прекрасная, смешная, интересная, необычная украшение. Ну, такое. Конечно, это для такой, знаете, стайл Бохо, хиппи, вот что-то такое. Но я хочу сказать, что реально, ну, я нигде такого больше не видала ничего. Может быть, я плохо искала, но серьезно в других местах, в других брендах, в фирмах я не видела таких украшений. Прикольно. Очень прикольно. Так, я решила вернуться к серьгам. Вот такие вот сережки тоже как бы было мода когда-то в Заре. Было очень много украшений. Вот из таких вот разноцветных кристаллов. Вот такие вот красивые-красивые серьги. В них нет ничего сильно оригинального. Это просто много-много камушков слепленных. Вот с обратной стороны оно выглядит вот так вот. Металлические. Металлическая основа и много-много камушков. Слепленных вместе. Но в ухе оно выглядит великолепно. И опять же повторюсь, никогда в жизни эти серьги из моды не выйдут. Их можно носить хоть 10 лет, хоть 20. Сейчас примерю, вы в этом убедитесь. Потому что такие серьги, такого фасона, они были в моде и 10 лет назад, и 20 лет назад. И через 10 лет назад. И через 10 лет они будут в моде. Они довольно длинные такие. Ну, вот так вот. До пределах разумного. Потому что иногда в Заре бывают серьги. Ну, это реально вот такие. И вроде на модели выглядит нормально. Я вот покупала несколько раз и сдавала их потом. По-моему, у меня тут что-то завернулось. Я плохо вижу. Сейчас я надену очки и посмотрю, хорошо ли она мне одета. Ну, да, нет, нормально. Я покупала серьги и сдавала их. Потому что я видела, что на модели они... Девчонки высокие, длинные шеи у них. У них как бы они крупные такие. Они худые очень, но они крупные девочки. И она, серьга у нее висит вот, ну, в принципе, вот так вот до сих пор. Я даже их не открывая и не меряя на себя, я видела, что у меня она будет вот до сих пор. Это сережка. А, кстати, вы знаете, что в Канаде, если вы серьги купили, то вы не можете серьги вернуть. Потому что в Канаде серьги это как белье, как трусы. Это невозвратный товар. Из гигиенических соображений считается, что сережки, если кто-то их надевает в ухо, то потом уже все, возвращать нельзя. Потому что, я не знаю, я жила в разных странах. Везде серьги можно возвращать, примерять в магазине. В Канаде серьги нельзя примерять в магазине, вам не дадут их померить. И если вы покупаете серьги, то вы их вернуть не можете. Поэтому, если вот, когда я ищу подарок для кого-то из подруг своих, я, если я не уверена в том, что я покупаю, я кладу обычно висит. Ну, вот, для, если ей не понравится, то всегда можно вернуть или поменять. Я никогда не покупаю серьги, потому что я знаю, что серьги, она не сможет ни вернуть, ни поменять. И она должна быть уже их носить или кому-то передарить, или что-то с ними делать. Мне все время кажется, что мне что-то запуталось. Нет. Ну, короче, в Канаде серьги не возвращаются, не сдаются. То же самое в Заре. Они приходят в упаковке, упакованы, если... И прицеплены такой ниточкой к картонке. Если она уже открыта, оторвана эта нитка, и видят, что распакованы, они их назад не принимают. Поэтому очень надо внимательно, когда вы покупаете, даже в Заре, очень внимательно надо смотреть. Во-первых, так, по весу я не люблю. У меня есть очень тяжелые серьги, бесподобно красивые. Я их очень редко ношу, потому что в них вот одеваешь, и все. И у тебя ухо отваливается. Поэтому, когда получается даже вот серьги в упаковке, в посылке, то надо сначала ее так хорошо взвесить на руке, потом приложить к себе вместе с картонкой, прежде чем отрезать, потому что потом, возможно, что вы не сможете их сдать. Ну, в общем, вот так. Так, еще серьги вот такие вот, бесподобные. Это клипсы, кстати. Посмотрите, видите, сделаны клипсы. Кстати, в Заре одно время был какой-то период, что там продавались клипсы, а не серьги. Все серьги у них были клипсами сделаны. Посмотрите, какое красивое коричневое, вот такое вот полукольцо, полушфера. Моя ламба отражается. И вот такая вот прозрачная, вот такой вот кристалл такой пластиковый. Очень прикольные, очень необычные, вот такие вот прекрасные сережки. Сейчас я померю его, ее клипсу, его, ее. Вот так вот. Они, кстати, тоже не очень тяжелые. Они тоже очень красиво выглядят на ухе и не жмут совершенно. У них сделана вот такая вот пластмассовая подложка, чтобы они не жали ухо. Они очень классные, посмотрите. Тоже очень старые, тоже им довольно много лет. Вот тот период, когда в Заре все все серьги, у них был какой-то год или два, что они почему-то продавали только клипсы. Не продавали серег, а продавали только клипсы. Значит, еще одни серьги. Я, ну это тоже они немножко такие. Что там тут? А, вот. Ну как бы я их нашу обычно в отпуск беру с собой. Вот такие вот прикольные, сделанные из пластика, из смешных каких-то бусин, из каких-то вот, ну в общем, папуасские такие сережки. Но очень прикольные. Очень тоже старые. Не помню, сколько им лет, но посмотрите, какие они прикольные. Сейчас я померю, и вы в этом убедитесь. Потому что у нас такой дождь на улице идет. Хотя лето, но дождик. Так, у них, знаете, есть две опции. Можно вот надеть вот с такой заглушкой серьгу, а можно вот вот такая вот. У них, как правило, вот это вот. Есть две опции, а можно вот с такой вот, с такой вот застежкой. Я обычно надеваю заглушку, потому что мне эта штука немножко жмет. Я не люблю. Но сейчас я вам померю. Вот смотрите, какие классные. Переворачиваются, да? В общем, вот так. Ну, прикольные. Очень прикольные. Серьги, в общем-то, в отпуск в основном. Ну, иногда я их надеваю в городе тоже, знаете ли, под настроение, под погоду, под события, под одежду определенную. Вполне себе, даже ничего. И еще одни серьги подобного плана у меня. Вот эти я прям точно уже ношу не только в отпусках, а ношу их прям-прям в Канаде вовсю дома. И даже записывала тоже какое-то видео в них. И меня тоже все спрашивали, откуда такие серьги. Посмотрите, они сделаны. Вот тут такая круглая, круглая основа. И на нее наделаны, надеты вот эти вот пластиковые цветочки. И вот такие вот свисают пластиковые висюлины. Тоже в виде цветочков. Очень тоже яркие, летние, карнавальные на прекрасный летний вечер. Под какую-то подходящую одежду. Просто супер. Тоже я записывала как-то видео, меня тоже как-то спросили, что это за прекрасные серьги. Откуда такое чудо. И опять же, когда я говорю, что я с Зарой, мне не все верят. Не то, что не верят, как-то не может быть. Заря, такой барахол. Фу. Ну, видите ли, эти серьги как раз сделаны из пластика. Совершенно вот, ну, по материалам, так скажем, да, они действительно барахол. Просто пластмасса. Хотя пластик хороший такой. Ну, знаете, такой плотный, не чиповый, не дешевый, хороший пластик. Но по дизайну и по красоте они действительно очень необычные и прям-таки дизайнерские. Очень классные. на сей раз это не небольшое, не огромное колье, как обычно, как все у меня, а очень маленькое и лаконичное, минималистичное. Но тоже ему несколько лет. Оно, кстати, не из очень старых. Оно где-то из, ну, ему года 3-4, наверное. Ну, тоже, кстати, очень часто его ношу. Вот видео как-то не попадается у меня в нем. Почему? Потому что, вы видите, это золото и серебро. Очень необычная форма, оригинальная такая. Коротенько, такой колье-чокер. Так хорошо смотрится, знаете, вот бывает у меня такое, что я не хочу на себя надевать что-то большое, крупное, такое, броское, яркое, а хочется что-то такое маленькое, интеллигентное. Вот тогда вот оно в самый раз. Видите, оно даже вот как-то у меня с этим платьем не попадает в... Потому что его надо вот что-то, чтобы оно лежало на ткани, на материи, тогда оно выглядит красивее. В этом платье он немножко вырез великоват, поэтому вот так. Ну, в общем, красивое. И красивое такое, благородное, интеллигентное, я бы сказала. После единственного не папуашского украшения, а такого, наверное, которое понравится многим женщинам, но мне тоже оно нравится, вот, наверное, единственное, что понравилось многим женщинам предыдущее колье, которое очень такое, знаете, минималистичное. Я показываю следующие бузы, тоже довольно старые, сделаны они из белого металла, вот под серебро как будто бы, и сверху вот с прилепленными разными-разными камнями. Я хочу сказать, что все это натуральные камни. Те, кто думает, что в Заре продается только пластик, очень глубоко ошибаются. Я даже видела где-то в комментариях одной даме, которая очень сильно ругала Зару, и зрительница ей написала, что она купила в Заре бусы какие-то из натурального жемчуга, то хозяйка канала, которая очень сильно ругала Зару, сказала, из натурального в Заре, из натурального жемчуга не может быть. Так вот, я хочу вам сказать, что в Заре очень много натуральных камней и натурального жемчуга. В основном жемчужные, кстати, у меня очень много украшений из Зары и жемчужных, я их не буду сейчас показывать, потому что это одно отдельное должно быть видео, наверное. Так вот, в Заре украшения все из натурального речного жемчуга, ну вот этого, знаете, неровного и, конечно, недорогой жемчуг какой-то, а, в принципе, речной, но натуральный, не пластик. И вот эти все камни, это все натуральное, причем, это все можно прочесть на их веб-сайте, когда вы покупаете колье или серьги или что-то, сейчас я его примерю и буду вам рассказывать дальше. На веб-сайте, если вы заходите, у них есть вот сейчас, так, в любом, любой товар, любое изделие, которое вы покупаете в Заре, если вы заходите на их, на веб-сайте, под изделием есть отдел, который называется, есть такая строчка, которая называется материалы и maintenance, ну, по-английски maintenance and materials, то есть, maintenance, это как выстирать, ухаживать за ним и materials, это из чего он сделан. Если это платье, это будет состав ткани, если это обувь, это будет кожа, не кожа, сделана там, внутри, снаружи и так далее. Если это будет украшение, то там будет написано абсолютно, из чего он сделан. По поводу того, что в Заре могут написать неправду, и там какие-то играются с ценами в Заре, и все, девочки, Зара – это огромный концерн, корпоратив. Я когда-то в жизни в своей магазине работала в большом, который относится к большой сети магазинов. Если это большой сетевой магазин, никогда в жизни никакие игры с ценами, никакие переклеивания этикеток, никакого вранья по поводу материалов, из которых оно сделано, там не будет. Те, кто так говорят, это люди, которые ищут каких-то тараканов и клопов, пытаются доказать, что в Заре, в H&M или в других каких-то вот этих масс-маркетах продают какое-то барахло, и там какие-то делают, играются с ценами, там повышают цены, а потом делают на них распродажу в корпоративных магазинах, то есть в больших сетевых магазинах. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Потому что если, как в Канаде, я не знаю, в Европе, в любой, наверное, стране есть потребительский, как это называется, в общем, организация, куда вы можете пожаловаться, если вы видите, что в магазине, и вам кажется, что в магазине какие-то происходят безобразия. Значит, если по вашей жалобе кто-то придет в магазин и действительно разобравшись, увидят, что там продавцы или хозяин или директор магазина делает какие-то фокусы с... что-то обманывает с ценами и повышает цены, а потом на распродажу их опускает, то магазин будет оштрафован вплоть до закрытия, и если это корпоративный большой магазин, то корпорация, так сказать, хед офис уволит директора и замдиректора, и замзамдиректора, и все начальство поменяет, и не может быть таких... Это может быть в маленьких каких-то ботиках, так сказать, в маленьких каких-то магазинах, которые держат, допустим, хозяйка магазина, она же продавщица, вот она там у себя может в магазине играться с ценниками, придумывать сказки насчет того, что это натуральные бусы, а на самом деле они из пластика, понимаете, а в корпоративных магазинах такого быть не может. Я называю корпоративные, потому что я не знаю, как это сказать по-русски правильно, но вот магазины сетевые, большие-большие сетевые магазины, в которых есть какой-то центральный офис, который руководит работой этого магазина. Поэтому, вот это натуральные камни, и да, в Заре продаются украшения из натуральных камней. Давайте, я вам после долгов такого вступления, давайте просто полюбуемся, насколько красиво оригинальные и необычные эти бусы, и насколько они прекрасно сделаны, и как они красиво выглядят на этом платье. Так, еще одно украшение, тоже колье, я, по-моему, с серьгами закончила, да. Посмотрите, какое чудесное колье, тоже с натуральным камнем, не знаю точно его название, посмотрите, как оно интересно сделано сзади, и как необычно выглядит этот кулон, какая необычная цепочка, и какая необычная в нем застежка. Вот как будто бы это винтажный, как будто бы это какое-то винтажное старинное изделие. Вот я бы увидела, я бы не знала, я со своей любовью к винтажу, я бы увидела эту застежку, я бы подумала, что это какой-то винтаж. Видите, как она сделана с этой стороны. Вы, наверное, плохо видите, у вас все отсвечивает. Давайте я попробую вот так вам показать. Ну, в общем, короче. Прикольная, классная, красивая цепь. Тоже много лет. Тоже ношу с удовольствием. Тоже украшает абсолютно любой наряд. Очень необычной формы, необычного цвета, необычного дизайна колье, кулон. Не очень хорошо здесь на этом платье. Нужен какой-то немножко другой вырез, наверное, но уже как-нибудь. Ну, в общем, вы поняли, наверное, я думаю, что вам видно. Вот такое вот, такая красота. Еще одно колье с натуральным камнем. Вот такой вот голубой, сиреневый камень. И очень интересно сделана вот такая вот цепь. Одна большая и две цепочки. Одна вот такая вот плетеная белый металл с желтым и к ней вот такая вот еще сбоку идет цепь. Очень и очень оригинальное украшение. Это тоже из не очень старых. По-моему, ему тоже года 3-4, наверное. Вот так вот. Вот такое вот классное, прикольное. Люблю я цепи, люблю такие кулоны большие, люблю камни натуральные. В общем, очень классно, красиво. еще одно украшение. Это набор. Это колье и серьги. Вот такие вот сережки. Кстати, я в Заре, Зара делает много наборов. Я повторюсь, просто я не все успевала поймать. Вот такие вот серьги. Покажу вам их ближе. Посмотрите, как они сделаны красиво. Очень много кристаллов, разных, маленьких. И точно так же вот это вот колье. Вот это, конечно, надо было показывать в макросъемке, потому что его нужно рассматривать. Вот это колье, вот его просто нужно рассматривать. Абсолютно шикарнейшее колье. Все сделано из кристаллов. Вот такой вот необыкновенной формы. Просто что-то необыкновенное. тоже очень старое. Тоже ему очень много лет. Одно из самых моих старых кольей Зары. Наборов моих. По-моему, тоже никогда не выйдет из моды. Очень хорошо сделано сзади. Вот таким вот. Видите, такой хороший металл плотный. И вот здесь, конечно, это бесподобная роскошь. Бесподобная. Сейчас примерю. Ну вот, смотрите, включила эту лампу блогерскую. У меня от нее так жарко. Я вся красная сижу. Ужас. Вот, смотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Это же просто что-то необыкновенное. Правильно? Надела ровно. я все плохо вижу. надену очки и рассмотрю. Да, мне кажется, хорошо. Вот так, наверное. Вот это в центре должно быть. Ну вот. Красиво, правда? Ну и вот такой набор. Это тоже относительно из новых, но скажем, ну тоже года три-четыре. Не помню. Это тоже колье и серьги к нему идут. Вот такие вот серьги. Сейчас. Вот такая вот серьга и вот такое вот колье. Как я могла пройти мимо его? Не могла я пройти мимо в золотом тоне. такая вот обратная сторона. Тоже что-то очень этническое, очень такое восточно- индийско- арабское. Я даже не знаю какое, но оно бесподобное. И здесь тоже камни и стекло. Вот эти красные элементы это стеклышки. Не пластик, стекло. Все остальное это камни. Тигровый глаз, зеленый, наверное, не малахит, а есть похожий на малахит камень. Что-то серое. Вот это в крапинку, не знаю название. Голубое. Это тоже, наверное, не бирюза. А похоже на есть похожие камни на бирюзу. стекло или камешек. Может быть, это тоже стекло. Вот такое шикарное колье. И к нему такие же шикарные великолепные серьги. Вы же понимаете, что я не могла пропустить это мимо и не купить такую красоту. Кстати, купила на сейле. Долго ловила, ждала, чтобы они вышли на сейл, потому что понимала, что оно довольно дорого стоило, когда оно было за полную цену в магазине. И как только оно вышло на распродажу, я купила, потому что я понимала, что если оно станет сильно дешевое, то, конечно, и то, по-моему, купила только колье, а серьги потом отлавливала уже или в магазине где-то купила. Ой, наверное, я сейчас выключу. Нет, смогу, она или где-то в магазине купила, или на сейле поймала на распродаже на онлайн. Вот так вот выглядят серьги. надену колье. Да, ну что ж, это, конечно, колье из серии Царица Тамара. Не каждый такой будет носить, не всем это нравится. Я понимаю, что не все такое любят. Некоторые подумают, что это просто какая-то популацкая украшение. Мне нравится, я люблю, я очень люблю такие украшения. Я такое ношу. я считаю, что это очень красиво и я считаю, что за годы вперед, так сказать, на годы оно не выйдет из моды и не перестанет быть актуальным. Потому что оно, в принципе, не модное, не трендовое. Это просто вот такое вот красивое под старину, под этнику такое вот украшение с камнями, со стеклом. В общем, очень такой формы, знаете, необычной, красивой. Вот. Я думаю, что на многие годы я смогу выносить. Все, девочки, это было последнее. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Для тех, кто спросит меня, зачем мне столько, я отвечу просто, мне надо. Затем. Ну, что я вам могу сказать? Все критики и все, кто считает, что это слишком много, поверьте мне, что это не еще какая-то часть моих украшений. У меня есть еще украшения, которые из Зары, не только из Зары. Вы знаете, что у меня есть очень много винтажных украшений. Храню, люблю, покупаю. Мое увлечение, мое хобби. Почему нет? Имею от этого большое удовольствие. А на сегодня все. Всех люблю, целую. Спасибо вам, что посмотрели. Спасибо вам, что были со мной. Наверное, видео получится длинным. Если вам понравилось, напишите обязательно комментарии, напишите, что вам понравилось. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. И поставьте мне лайк, если вам понравилось мое видео. А с вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Пока, пока, бай.